Омовение ног, уроки Иисуса, которые Он преподал именно во время этой последней вечери. Я думаю, что мы редко говорим на эту тему. Сегодня у нас будет особое служение. И я вначале хочу прочитать Божье Слово Иоанна, 13 глава, с 4 по 15 стих. Итак, перед праздником Пасхи, напоминаю, что это было прямо-прямо перед праздником Пасхи. Иисус, зная, что пришел Его час, Он возлюбил, написано, сущих в мире до конца возлюбил. И дальше, встал с вечери, Иисус снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался, потом влил воды в умывальницу и начал омывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Приходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли омывать ноги мне?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не понимаешь, но поймешь позже». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечает, «Если не омою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, тогда не только ноги мои, но и руки, и голову все омой». Иисус говорит ему, «Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и все вы чисты, но не все. Когда же омыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли вы, в другом переводе написано, понимаете ли вы, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, «Ибо я точно то». Итак, «Если я Господь и Учитель омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что и я сделал вам». Итак, друзья, вначале давайте порассуждаем на тему вода. Какое значение, какой символ здесь играет именно вода? Вообще, этот отрывок из Писания, я верю, имеет очень много глубоких смыслов и уроков. Многие люди спорят иногда на эту тему, что Иисус Христос имел в виду, давая этот пример, нужно ли мыть ноги в прямом смысле, как сегодня мы это будем делать, или это в переносном смысле, возможно, там духовный какой-то смысл. Вы знаете, друзья, там очень много хороших, полезных смыслов и уроков. И как хочется, чтобы мы их в жизни, эти принципы, понимали и исполняли. Итак, вода. Когда Петр возмущается и говорит Иисусу Христу, что ты не будешь мне мыть ноги, потом, минуту спустя, Петр говорит, нет, давай меня полностью мой. Ему Иисус Христос пытался снова преподать урок и сказать, что вода в данном случае, когда Иисус говорит, что вы все чисты, когда Иисус говорит, что если я не омою вас, то тогда вы не имеете части со мною, вы не имеете общего ничего со мною, вы не принадлежите мне. Иисус Христос здесь проводит параллель и сравнивает воду, которая несет людям спасение. Именно прощение, очищение от их грехов. Иисус здесь им дает урок о том, что только Иисус может омыть их от греха. Если вы не верите, если не даете мне на то право вас омыть, то вы не имеете со мною части. Иисус говорит это своим ученикам, передавая мысль, что вы уже омыты. Чем омыты? Как омыты? И что это значит? Иоанна 15,3 Иисус говорит, что вы очищены через слово, которое я проповедал вам. Вот какой символ здесь играет вода. Вода здесь преобраз Слова Божья. Это Слово принес Иисус Христос на землю. И каждый человек, который это Слово Божье слышит, принимает, верит, он оправдан, он очищен, через это Слово человек обретает спасение. Вот почему Христос сказал, что вы чисты. А почему же он тогда дальше сказал, омытому нужно только ноги омыть? Если вы уже чисты, если вы уже оправданы, спасены, зачем дальше нужно продолжить как бы еще какой-то шаг. И здесь, друзья, снова вода выступает в роли освящения. И снова же это же Слово, которое Христос принес на землю, вот это Божье Слово, оно работает в нашей жизни сегодня, освящая нас уже спасенных, уже оправданных, уже омытых, уже тех, которые поверили в эту силу Слова. Ноги, которые соприкасаются с землей, это символически снова преобраз того, что мы ходим по этой грязной земле, соприкасаясь с искушениями. Иногда мы согрешаем, иногда мы подвергаемся каким-то сомнениям, падениям. Вот почему нам нужно снова и снова омывать наши ноги преобраз освящения. это процесс через всю жизнь. Несмотря на то, какой стаж у тебя христианской жизни, как давно ты верующий, все равно людям постоянно нужно освящение или же очищение. И это тоже работает через веру в Его Слово. вот что Иисус Христос пытался передать через воду, которую Он пытался рассказать Петру, какой смысл она имеет. Итак, друзья, омовение ног. Простые уроки Иисуса Христа из этой последней вечери. Я поделюсь три простых, я думаю, принципа, которые для нас всех знакомы. Вопрос, как оно в нашей жизни работает. Первое это смирение. Когда Иисус Христос омывал ноги своим ученикам, то из истории мы знаем, что эту работу делали только рабы. Это была самая грязная работа, это была вонючая работа, и несмотря на то, что и сегодня ноги могут тоже неприятно пахнуть, но тогда, я хочу напомнить, в Палестине в то время у людей не было обуви, как у нас сегодня, ноги были очень пыльные, очень грязные, жили без это была самая грязная работа, которую выполняли рабы. Именно и в этом удивление и шок учеников. Нам сегодня это трудно понять, но представьте на секунду, я прихожу к вам домой, вы представили, и предлагаю вам помыть туалеты у вас в доме. Ваша реакция? Нет проблем и соседям помой или же ваша реакция «Тане, Богдан, Каман, Тану, не надо». Это я попробовал как-то хоть как-то какой-то эквивалент придумать, как вы отреагировали бы, чтобы человек делал самую неприятную работу. Вот оттуда реакция учеников на предложение Христа омыть и ноги, понимая, что Он Бог, Он Мессия, Он среди них учитель и делает вот эту услугу. Его позиция, Его роль не мешает Ему так сильно смиряться. Поведение Иисуса в данном случае было противоположным Его ученикам, которые в тот же вечер, на той же вечере спорили между собой, кто из них больше. Иисус видит вокруг себя не просто людей с грязными ногами, Иисус видит вокруг себя гордых людей с грязными ногами. Мы люди больше видим внешние факторы, Иисус видит намного больше и глубже. И сегодня часто среди нас мы тоже иногда вокруг Христа собираются сегодня гордые люди, но с чистыми ногами. Иисус помогает им как бы поменять мышление, приглашает их покинуть зону этой гордости и спуститься в зону смирения, показывая им пример. Омовение ног для многих сам акт он кажется некомфортным. Мы всегда люди больше выбираем зону комфорта. А это всего лишь такой маленький акт смирения. А вообще смирение это критерий или это качество любого гражданина неба. На основании Писания мы это видим неоднократно. Это критерий Божьего Царства. Это смирение. Смирение Христа до последнего удивляло учеников. До последнего дня. Вопрос как сегодня ты и я удивляешь людей до последнего дня. Еще хочу заметить пару уроков из жизни Петра. Вначале Петр возмущается очень агрессивно реагирует. С одной стороны Петр готов следовать за Христом. Он сам говорит я за тебя и на смерть готов. На все готов. Готов следовать за Христом. С другой стороны Петр говорит я готов за тобой следовать при условии. При каком условии? Что я все понимаю. А теперь внимание. Иисус Христос начинает ему мыть руки, начинает ему мыть ноги, а Петр говорит стоп, 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 тормози Господи. Вот до этого часа я все понимал и все за тобой следовал. А вот это вот это событие я не понимаю. Стоп, стоп, Господи. узнаем себя? Господи, я за тобой готов на все. Но вот это я не понимаю, поэтому дальше и не следую. Вот почему и возмущаюсь, вот почему моя такая агрессивность, вот почему Петр реагирует, возмущается. Иисус ему любезно объясняет и Петр как бы все понимает со второго раза. Видим ли мы себя на этих примерах, когда мы тоже, Господи, мы все, мы за тобой следуем. Но если в нашей жизни были, есть или будут события, которые нам не вкладываются в логику. Мы тут так же Господа подвигаем, говорим, нет, вот я не понимаю. А урок очень простой. Я не понимаю, но доверяю. Есть такая проповедь на Ютьюбе. Я не понимаю, но доверяю. Вот в этом и есть вера христиан. Поэтому, друзья, смотрите, еще один тоже урок из поведения Петра. Вначале Петр называет Иисуса, говорит, ты учитель, ты Господь. Он признает его господство, тем самым как бы подчеркивает, что для меня твое слово это закон. Ну правда? Он на все готов жизнь платить, все, он его называет Господом. Смотрите, проходит минута, и он этого Господа отправляет и говорит, никогда не моешь ног моих. Сколько времени прошло? Промежуток от Господа до не хочется сказать, я скажу, когда нужно действовать, я еще приказ такой не давал, а пока приказ никогда такого в моей жизни не будет. Замечаете промежуток времени? Господь и потом Петр встает Господом и Господу дает приказ, никогда этого делать ты не будешь. Странно, ты же только что его назвал Господом. Вот так, друзья, и в нашей жизни бывает. Вроде бы мы Господа почитаем, мы Господа вроде уважаем, но когда что-то в нашей жизни снова не вкладывается, мы этому же Господу также отдаем приказы. Господи, пусть моя воля будет твоя. Мы не против, да будет воля твоя, но в данном случае моя пусть будет твоя. И в данном случае никогда такого в жизни моей я не допущу. И в данном случае Господь меняй, исправляй, давай, спасай. И мы Господу даем списочек наших приказов. Хотя оно со стороны так не выглядит, нам так не кажется. Но когда мы смотрим на этот пример, мы точно так же часто в жизни оказываемся в этой же ситуации. Итак, пример, урок снова очень простой. Господи, да будет воля Твоя, я доверяю, даже если я не понимаю. Второй пункт прощения. Иисус Христос, Он знал, что Иуда предаст Его. Несмотря на это, Он все равно Ему моет ноги. Представьте себе, если бы вы знали от других людей, что кто-то в этом зале, а вас говорит плохо, вас вообще не уважает, а даже унижает, вы бы смогли сегодня Ему помыть ноги? не вырывая пальцы, а так просто с любовью. Смогли бы? Вот представьте себе, сколько нужно любви, сколько нужно вот этот источник должен быть внутри, чтобы это сделать. Вот я думаю, даже одна мысль знать, что есть какой-то коварный человек, который против тебя, он тебя еще пальцем не тронул, он просто говорит плохо о тебе, ты уже ему готов. Вот этим Иисус Христос демонстрирует очень ярко пример прощения. Зная предателя, зная его зло, которое он замышляет, Иисус ему все равно дает шанс, задает ему вопросы, зачем ты пришел друг, и так Иисус его называет, а он же не друг, он предатель, он его называет друг, зачем ты пришел, и дает ему шанс, шанс, как будто бы намекает, Иисусу уже тяжело, зная, какие издевательства его ждут, Иуда делает это еще больнее, Иисус на кресте продолжает тот же урок, снова прощает тех, кто над ним издевался, и потом медленно ему дает мучительной смертью умереть, и здесь я хочу снова, чтобы мы взяли урок из слов Иисуса Христа, которые возможно кому-то помогут, если вам трудно кого-то простить, смотрите, что Иисус Христос сказал, Он сказал, я вас прощаю, по какой причине? Я прощаю врагов, палачей, потому что они что? Не знают, не понимают то, что делают. Вот представьте себе житейский пример, муж на вас орет агрессивно, или жена? Это всем и дальше представьте себе, что вы думаете в себе в мыслях, он просто не понимает, что он делает. Он просто из-за своей духовной незрелости из-за своей бездуховности если бы он был зрелым человеком, он бы никогда это не сделал. Поэтому он делает, не понимая, что он делает, поэтому я выбираю его прощать. Или человек вас обманул, кинул, где-то что-то вам сделал, не знаю, сплетни, обидел вас. у вас столько злости на него, что кажется хватит не только на него, а на его друзей. Но вы вместо того, чтобы реагировать этим злом, вы хватаетесь за слова Христа и говорите сами себе, он не понимает, что творит. Несмотря на то, что он верующий, даже несмотря на то, что он верующий, пройдут годы, он будет очень жалеть то, что он так поступал. И потому, что он не понимает, что он творит, я выбираю его прощать. Правда метод, который для нас может сегодня стать новым? Как ребенок, который делает шкоду и не понимает. И мы родители, мы расстраиваемся, мы даже иногда детей наказываем, но мы четко знаем, что он не понимает, что он творит. Он вырастет, он так больше делать не будет. Вот точно так же иногда и христиане. Хоть он и верующий, но придет момент, надеемся, что он вырастет, и он больше так никогда обижать и делать не будет. А пока, потому что он не понимает, я выбираю его прощать. Поэтому, друзья, в ту же самую ночь Иисус Христос омывает им ноги и демонстрирует принцип прощения. Это второй урок. И третий, последний, это служение. Когда трудно человеку, когда он попадает в беду, попадает в какую-то возможно, скажем, горе или зло несправедливое, с которым трудно справляться, всегда хочется сфокусироваться на себе в такие моменты. Хочется уйти от всех, оставить все, жалеть себя, думать о себе, плакать о себе, ожидать внимания себе, справедливости себе, дышать саможалостью, требовать заботы к себе. У Иисуса были серьезные причины на это именно в этот момент. Но Иисус выбирает служить. Именно в этот пик своих тяжелых переживаний. Выбирает служить. И урок для нас очень простой. Служи тем, кто тебе не служит. Служи тем, кто даже этого не заслуживает. Это и есть Дух Христа. Служи. Служи или делай добро, помогай другим. Служи без выгоды, не ожидай ничего взамен. Как написано в Писании, все, что не делаете, делайте как для Господа. Иисус подчеркивает, что я даю вам пример, чтобы вы делали то же, что тоже. Не живи эгоистичной жизнью. Как бы тебе не было больно, как бы тебе не было трудно, Иисус это прошел, Иисус это испытал. Ему было и больно, и трудно, и предавали, и обижали, терзали и морально, и физически. Но он выбирал служить. Верующий человек, последователь Иисуса Христа, для нас это значит служение до последнего дня. Если ты можешь двигаться, можешь разговаривать, значит, ты можешь говорить еще добрые слова, можешь делать добрые дела. Поэтому призыв Иисус не только красиво говорил, а он жил так, как он делал. Матфея 20 написано, Христос пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Сегодня пример Иисуса Христа помогает нам увидеть себя, на каком уровне смирения я, на каком уровне служения нахожу сегодня я. Иисус, друзья, заметьте, проповедовал толпам, но почему-то именно вот эту последние свои часы, на эту вечерю позвал только самых близких, только 12. И заметьте, вот этих три простых принципа, если можно их на экран, Иисус преподал только своим ученикам. Вопрос, почему не миллионам? почему вот эти принципы, глубокие, простые уроки, были даны его ученикам? А у меня следующий вопрос. Когда ученики эти уроки усвоили? Когда они эти уроки усвоили? как вы думаете, как они реагировали, когда они их слушали? Иисус Христос объяснял лучше, чем я, проповедовал лучше, чем я. Это был Дух Христов прямо пронзал их сердца. Так кажется, они должны были, наверное, в изумлении реагировать. А вы знаете, как было? Они слушали, соглашались, а делали свое. Узнаем мы иногда себя, слушаем проповедь, соглашаемся, нормально сказал, вообще духовно звучит, и все правильно. Вышел из здания, и, а дальше как обычно. И знаете, в чем, когда они эти уроки усвоили? Значит, только после смерти Христа и Его воскресения. Если вы не знаете, я хочу напомнить, что в тот же день, когда Иисус Христос преподавал эти уроки, на этой вечере, вот омывая им ноги, в тот же день, в тот же вечер, представьте себе, ученики спорили, кто из них больше. Ох, как мощно усвоен урок. вас не удивляет это? Мы, Его ученики, слушаем эти простые уроки, а в голове свое, просто свое. Мы это уже знаем, смирение, мы знаем, смирение, ну что, прощение, уже всю жизнь об этом знаем, служение, знаем. Пошли и свое. Но вот смотрите, воскресение Иисуса Христа, которое мы будем праздновать очень скоро, сделало такую трансформацию в их мышлении, что после этого события, до него они слушали эти уроки и соглашались, но на уме свое, спорили, кто из них больше. Плотская вот эта природа, мотивы, мысли, вот это все материальное, земное, хочется сказать ай-яй-яй ученики. Иисус Христос все это так вот помогает. Помните, как в Самарянке все разворачивает так, а как в твоей жизни? И здесь, друзья, мы иногда можем извлекать очень полезные уроки из этой простой вечерей, которую Иисус Христос преподал своим ученикам. И некоторые, возможно, сегодня смотря на это, на омовение ног, могут тоже утверждать, что Иисус под этим актом омовения ног имел в виду другую идею. Какую? Служение. Правильно. Только что получается так, что люди и омовение физически в прямом смысле не делают. И ту идею, за которую они так стоят в жизни, тоже не делают. Так за какую ты идею? А в принципе без разницы. Если в жизни не исполняешь, принцип не исполняешь в жизни, то без разницы в какой, за какой ты принцип. В прямом смысле, в переносном, в духовном. главное в жизни это практиковать, применять, жить этим принципом. Вот это самое-самое важное. А то, что мы будем делать сегодня, омывая ноги друг к другу физически, это всего лишь такое легкое напоминание каждому из нас, какими принципами нам, как верующим людям, нужно жить. Помните, Иисус Христос не зря сказал Петру и ученикам, то, что я делаю сейчас, ты не понимаешь. Помните слова Христа? Но он сказал, но в будущем поймешь. Точно так же и сегодня, друзья, многие, когда мы говорим об омывении ног, многие могут тоже сказать, я не понимаю. И это, наверное, правда. Там заложено сколько смыслов глубоких и духовных, и главное, чтобы эти принципы в нашей жизни работали. Вы знаете, есть такое, кто был в Израиле, есть там такой тур, который называется «По следам Христа». Сегодня мы будем с вами делать физическое омовение ног. И этот тур называется «По следам Христа». Такой маленький шанс раз в году, особенно для тех, кто никогда это не пробовал, хотя бы попробовать, а как это Иисус сделал. Вот «По следам». Но вы знаете, друзья, здесь намного важнее не просто физический акт. Ведь в Америке же ноги у всех чистые. здесь же совсем другой смысл нужно вкладывать. Делая этот физический акт, как важно, чтобы оно пропускалось через наше сердце, через наши мысли, чтобы мы всей душой туда стремились это делать по жизни, смиряясь, опускаясь, прощая и служа людям, омывая. Поэтому, друзья, помните, что если вы сегодня моете ноги кому-то, вы сто процентов не согрешите и не обеднеете. Но если вы это сделаете всем сердцем, полностью вот обращаясь к Духу Святому, Дух Святой, научи меня чему-то через вот этот акт. Помоги мне хоть как-то прочувствовать, пройтись по этим следам Христа, хоть как-то пережить это. Пусть это произведет какое-то влияние в моем сердце. И я приглашаю вас, друзья, когда сегодня мы это будем делать, не мойте ноги вашим друзьям, знакомым вашим. It's not about your click. Наоборот, пойдите к тем людям, кого вы не знаете, а еще лучше к тем, кому вам не хочется и руки подавать. Но так как здесь людей много, то здесь как бы хорошо, тут все перепутается, так непонятно, или ты его любишь, или он твой просто незнакомый, или он твой враг, тут как бы можно так, нам оно помогает. И ты так пришел, и главное честно и искренне. И еще написано Иисус Христос, вот как мы это будем делать физически, Он взял полотенце и опоясался. Всем сегодня вам желающим выдадут тоже полотенце. Вы также можете его вокруг пояса завязать по следам Иисуса. Потом встать на колени перед тем человеком, кому вы будете мыть ноги. Ну правда, вы же не часто и не перед всяким встанете на колени. А потом взять и начать ему омывать ноги, но перед этим не забудь помолиться. Это даже важнее. вот перед тем, как ты начнешь мыть ему ноги, сначала помолись, спроси у тебя брат, сестра, в чем у тебя нужда? а потом искренно, искренно помолись за него. Вы знаете, написано в Библии, что молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Вы никогда не замечали тут такой парадокс? Молитесь друг за друга, то есть за других, чтобы самому исцелиться. Вау! А я всегда думал, что если я буду за себя молиться, значит я исцелюсь, и за меня будут молиться. А тут вы за других молитесь. Написано так в Писании, это не просто цитата, это не для Твиттера, это так написано в Библии. Молитесь друг для друга, чтобы вам исцелиться. Вот вы так вот друг за друга склоняясь, молясь о них, а потом омываете ему ноги, а потом меняетесь, потом он вам омывает ноги. Но всегда это делайте в таком молитвенном состоянии. Дух Святой, я когда сегодня встану и пойду, особенно если вы никогда не пробовали, то я вас вдохновляю, попробуйте, как я сказал, точно не обеднеете и не согрешите. Но главное, Господь, помоги мне эти принципы пережить и в жизни ими, дорожить и так жить, не только один раз в год на Пасху мыть ноги, но по жизни людям мыть ноги, но уже преобразно своими поступками, делами, любовью, прощением, смирением. Будьте благословенны. Пусть эти три простых урока для вас будут ценные, потому что Христос их рассказал только для самых близких, только для двенадцати, только для учеников. Если ты ученик Христа, то эти три принципа для тебя должны стать важными. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok